Всем привет мои дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как всегда я антон я очень рад вас приветствовать в своем новом прохождении очень интересной и в то же время очень неоднозначной игры в знаменитой серии stalker который называется чистое небо ну или же в английской версии clear sky но это будет не просто прохождение stalker чистое небо это будет прохождение игры с модом который называется ogsm который расшифровывается как old good stalker мод и версии 1.8 собственно в углу вы можете видеть название также в описании я добавлю ссылку на скачивание этой модификации скажу я вам эта модификация очень знатная она очень интересная она очень качественная и я был приятно удивлен когда я ее установил и поиграл поиграл я достаточно чтобы ее оценить и знаете это классно вот с этой модификации чистое небо становится настоящей игрой в нее действительно приятно играть в нее хочется играть и от оригинала вот это вот модификация на несколько ступеней выше она намного лучше чем оригинальная часть чистое небо давайте же друзья вместе посмотрим что добавили разработчики модификации в оригинальную часть и вспомним старый добрый stalker ну что давайте я думаю нашла на сложности stalker мы с вами и начнем кстати я совершенно не вижу причины волноваться согласно результатам наших исследований следующие выброс произойдет нет не раньше чем через два месяца четыре дня плюс-минус семь часов интенсивность его составит три балла по шкале беркмана чтоб две целых тринадцать сотых и и и и и и и и И я уже вижу первое изменение, друзья. Это новый костюм нашего главного героя. Ну все, давай, поднимайся. Шрам. Нас ждут великие дела. О которых ты даже себе представить не можешь. Ну что же, с возвращением на этот свет, сталкер. Как самочувствие? Голова разламывается. В глазах круги плывет все. Елки. Помнишь, что с тобой произошло? Так, помню, что вел экспедицию ученых в сторону болот. Потом, потом выброс. Так, потом все. Это я в раю или в аду? Или это чистилище, так на зону похоже? Ха-ха-ха, шутишь? Это хорошо. Значит, жить будешь. Моя фамилия Лебедев. Я начальник группы и отвечаю здесь за все и за всех. Из-за тебя, кстати, пока ты тут. Тебя мы называем Чистое Небо. Сейчас ты на нашей базе. Ребята подобрали тебя на болотах после выброса. Вот как. Повезло мне, значит. Повезло? Ха-ха. Не думаю. Вот факты. Ты выжил после выброса. Это первое, что я никак не могу объяснить. Второе. Наш патруль наткнулся на тебя на болотах. А это бесконечные топи. Мы в тропках и сами не всегда уверены. И третье. Тебя едва не растерзала стая псевдо-собак. Ребята подоспелее в самый последний момент. Эта цепь событий непростое везение. Ладно. Прервемся на время. Приходи в себя, а мне нужно закончить работу. Будет сделано. Пока не знаю что. Давайте будем по ролеплейному отыгрывать. Как будто бы мы не знаем, что мы будем делать. Просто вот взяли нас на поруки бойцы Чистого Неба. И в частности их командир. Лебедев. Что я хотел сказать про костюм нашего главного героя. В оригинале он лежал на кровати там не в плаще коричневом, кожаном, а в обычной сумке. Ой, господи, сумки. Что я несу? В куртке. В обычной. Обычной куртке новичка. Так. Наше задание. Карта. Ну, ПДА, собственно, все то же самое. И поменяли иконку главного героя. Вот, собственно, его новый костюмчик. Плащ Шрама. И добавили еще спальный мешок. В оригинале его не было. И экспериментальный КПК, по-моему, тоже. Так, ну что. Давайте пробежимся. Поговорим с холодом. Я у тебя возьму нунстопчик. Да, рассказывать почти нечего. Группу ученых вел по болотам, потом выбросом накрыла. Дальше ничего не помню. Очнулся уже здесь у вас. Так что это ты рассказывай, что и как. Он меня набухать решил. Как тебя сюда занесло? Ну, в общем, как и большинство попало сюда. Как видишь, скромный. Потому как нападал уже утопший кутер. А знаешь, почему... О, закругляйтесь разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Я думаю, ребята, вы все... Да, спасибо тебе за содержательную беседу. Я думаю, ребята, вы все эти диалоги знаете наизусть лучше меня. Поэтому я проскипал последние реплики. Ну, собственно, холод. Мировецкий мужик. Хороший, душевный. Вот, подпоил водкой. Угостил энергетиком. Спасибо ему большое. В общем, можно его, конечно, историей послушать. В общем, ставьте на паузу, если хотите. Хотя, я думаю, вы и так знаете, что он говорит. Ну как, проветрился? Выглядишь уже бодрее. Введу тебя в курс дела. Итак, ты находишься на территории базы Чистого Неба. Не пытайся вспомнить. Ты не мог слышать о нас, и это хорошо. Наша миссия – исследование зоны. Мы считаем, что зону нужно тщательно изучить, чтобы понять, с чем столкнулось человечество. А почему скрываетесь? Я уже говорил, мы исследователи. Мы пытаемся понять природу зоны. Установить причины ее появления. Сформулировать законы, по которым она существует. Мы не думаем об обогащении. Не ищем поля артефактов. Не пытаемся выяснять отношения с другими группировками. Именно поэтому мы спрятались посреди этих болот и сосредоточились на исследованиях. Мы сильны не боевыми навыками, а знаниями. Знаниями о зоне, которую мы накопили за многие месяцы. Нет, этот выброс был феноменальной силой. Так сказать, вне категории. Настоящий ураган, который проутюжил всю зону и перекроил ее. Изменилось все. Разведанные и относительно безопасные территории накрыло сильнейшими радиационными полями и аномалиями. Зато появился доступ к местам, которые оставались закрытыми годами. Понятно. Чем я могу тебе помочь? Уйти я хочу. Потрепять меня потрепало, но руки-ноги целы. Как вообще выбраться отсюда? Выбраться отсюда очень непросто. Болото — это лабиринты с камышей, кругом радиоактивные топи, в которых полно разных тварей и человеческого отребья. Даже не знаю, кто из них страшнее. Знаешь, в последнее время нам приходится очень туго. В общем, ситуация ясная. В жопе чистое небо. В общем, надо освободить болото. Я думаю, все вы, друзья, знаете, что нужно делать. Болото контролируется. Полностью контролируется. Дегенератами. Ну, я их так называю. Приветствую. Наконец-то. Вот, держи. Это базовый набор снаряжения специально для патрульных. Дружище, у меня приказ выдать тебе снаряжение. Ну и все. Обламываешься туда. Друзья, вот и вторые изменения подвезли. Наш плащ забрали. Вместо этого выдали куртку чистого неба, которая не была в оригинале. И дали, вместо тоза, дали БМ. Вот такие вот пирожки. Поменяли текстурки. Заменили текстуры. Вот я вижу у патронов, у бинтов, у антирада. Вот антирад, у энергетика, у аптечек. В общем, короче, много чего поменяли. Давайте выдвигаться на наше первое задание. Все. Готов. Понеслась. Собственно, что, сиськи мять? Давайте дело. Делать. Наемник, будь внимателен. Помни об аномалиях. Вначале бросаешь болт, а сам идешь, только если впереди чисто. Не учи ученого. Я знаю, как надо. Хотя обычно, когда так говоришь, всегда какая-нибудь херь приключается. Неведомая. Невооруженным глазом их не заметить, однако детекторы легко их обнаруживают. Руки-то помнят. Если подойти достаточно близко, руки-то помнят. Направленным импульсом засветит артефакт. После этого поднять табачу не составляет труда. Однако учти, твой теперешний детектор очень слаб. Он может только сообщить расстояние до артефакта. Все. Понеслась. Надо подсобить нашему товарищу на вышке. А то он там потеет. Нет, братан, подожди. Я сюда. Как? Ничего нету. Тут же всегда что-то было. Ух ты, твою мать. Твою мать, твою мать, твою мать. Ребят, вы же не зайдете сюда. Давайте хотя бы для статистики постреляем немножко кабанчиков. Сволочи. О, еще и третий подошел. Всем бойцам внимание. О! Приближается выброс. Бегом, укрытие. Бегом. Твою мать. А вот и жопа. Вот и жопа намечается. Но я хочу успеть. Я хочу успеть обыскать вот этого вот бойца чистого неба. Потому что у него там патроны. Гадюка. Все. Успел. Успел. Чердак, конечно, поехал. Но я успел все с него забрать. Пусто. У ящики. Кстати, вот что меня еще порадовало, так это офигенная погода. В оригинале такой и не было. В оригинале всегда было темно. Дождливо. А здесь добавили реально классную погоду. Вот это, вот за это респект. Я люблю хорошую погоду. И в жизни, и в играх. Вот молодец, живой пришел. Ну, здравствуй, гость заморский. С чем пришел? С тугим кошельком? Али с вещью какой диковиной? Цены неслыханной? Ни с тем, ни с другим. Да, слыхал твою историю. Думаю, главное, что жив остался. А мы люди такие. Это у смерти, как ни вертись, ни 15... Не будем о грустном, ладно? А что такой бедный? Знаешь, да счет его знает. Может, сталкеры уже все выбрали. Эх, попасть бы за выжигатель. Там грязь вверх. Не только тебе туда охота. За выжигатель. Такс. Так-так-так-так-так-так. Денег у нас не густо. Давайте мы ему сразу впарим медузку. 3 тысячи. А так-то она 5 тысяч стоит, родной. И я куплю у тебя пару антирадов. Сколько бин стоит у этой сволочи? 250 рублей. Хрена себе. Ну и все, наверное. Во. Я думаю, мы быстро сможем подняться. Подожди. У тебя же что-то для меня есть. Вот, молодец. Ничего себе. Во! Во! Уже стал интереснее. Чувствуете? Так, а гадюки? Какие? Это она в оригинале называлась. О-о-о! А гадюка-то говно. Нет, подожди. Давай мы ее разрядим. Мы ее разрядим. И продадим. Я себе другую найду. Потому что пистолет-пулемет в этой игре или вообще любое скорострельное оружие тут на вес золота. Особенно на болотах. Ты снова выжил после выброса. Я уже почти не удивляюсь этому. Ребята подобрали тебя недалеко от вышки, когда все улеглось. Да, Каланча абсолютно прав. То, что происходит с тобой, не поддается научному объяснению. Он утверждает, что ты получил некие, ну скажем так, необычные способности. Ты выживаешь при такой аномальной активности, которая других буквально расщепляет на атомы. К тому же некоторые функции твоего организма словно что-то подстегивает. Показатели приборов зашкаливают. Впрочем, не обольщайся. Вот тебе ложка дегтя. С каждым выбросом твоя нервная система постепенно выгорает. А почему выбросы так часто происходят? Представляет собой выход накопившейся энергии зоны на разрядку. Но то, что происходит сейчас, простой разрядкой не объяснишь. Мое мнение таково. Частые выбросы не что иное, как рефлекс зоны на какую-то серьезную угрозу. Кто-то проник за выжигатель? Чтобы ответить на этот вопрос. А есть возможность? Я считал, что нет. Как же ты много говоришь, Лебедев. Кошмар. А чем опасны такие частые выбросы? Я знаю о зоне много, но рассказать могу пока не все. Некоторые вещи тебе придется принять на веру. Видишь ли, любая система должна функционировать в равновесии. Сейчас ты прав, но мы знаем, как предотвратить катастрофу. И какой план? В первую очередь нужно выяснить, кто был в центре зоны и остановить их любой ценой. А почему ты мне все это рассказываешь? А почему я должен в этом участвовать? Привет, прост. Если не остановить выбросы, твоя нервная система выгорит и ты погибнешь. Отличная перспективка. Ну так что, поможешь нам? Тогда слушай внимательно. Мы подняли все наши кон... Естественно, через болот. Все. Собственно, этот длинный спич окончен. Привет, тусклый. Постой, постой. Попасть на болото легко. Наши проводники тебя выведут. Но если ты еще и собираешься там выжить, то тебе стоило бы разобраться в нынешнем положении вещей. В частности, в новых возможностях твоего КПК. Так что, если они тебя вдруг интересуют, спрашивай. А что за возможности? Вот твой главный проводник. А, ну... Это старый брифинг. Я думал, они мне что-то новое расскажут, что в модификации добавили. Так. Ну, в принципе, я думаю, уже можно влетать. Давайте сделаем сейв как-нибудь... Так. Некоторые буквы не котируются, блин. В общем, как-нибудь вот так. Тебе нужно что, стал... Да, пойдем на болото. Воевать хочу. Так, тут свиньи обитают и какой-то трупешник лежит. Вижу, тебя вывели на большие болота. Будь при... Дивенно осторожен и не пытайся строить из себя героя. Загляни в ПДА, там должны быть отмечены наши отряды. Советую тебе двигать... Да, вот двигать к нашим отрядам. Но что-то мне не особо хочется, честно говоря. Ладно, давайте вместе с нашими вприжемся. А куда мы идем, по-моему, на... Вот сюда, да. Насосная. Да. Чувствую, сейчас будет заруба кобздец. Но захватить ее надо. У меня, правда, оружие совершенно не располагает к тому, чтобы захватывать всякие насосные станции. Быстро разбежались из кучи без самодеятельности. Ждем сигнала. Огонь! Огонь! Так, следим, ждем! Все, 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 хорошо. Прикрою, прикрою, прикрою. Как же ты медленно перезаряжаешься. Хорошо. Так, а у мутантов есть что-нибудь, что можно забрать? Твою мать! А ты, братан, хитер. Давайте из ПМа пошарашим. есть! Один готов. Слушайте, там вся делегация ренегатская вышла. Да е-мое! Нет, слушайте, давайте я немножечко сделаю звук потише. Твою мать, а жизнь-то из меня уходит. Вот еще не хватало кабанина говна. Ну, пацаны, ассист мне кто-нибудь дайте. Вот, молодцы. Так бы сразу. прикрою, брат. Живой еще-то, посмотри. Свиноматка. Упс. Ошибочка. Да ты какой-то крепкий, глянь! Ого! Вот это ты, брат, его ушатал. Так, заметка о группе добавлена. Так, давайте соберем ништяки. Все это можно будет потом продать. Либо использовать для своих нужд. А что, есть кто-нибудь, кто был с МП-5? Или никого? Не, походу, никого не было. Ну, с кем вы там бьетесь? Уважаемые! Так, надо смотровую вышку еще, короче, захватить. Я понял. Наши не двигаются. Так, давайте. Быстренький сейв. Забацаем. Я чувствую, не зря я сохранился. Нет, туда мы не пойдем. Не-не-не-не-не. Спасибо. Давайте лучше на насосную сходим. Я так чувствую, там у нас шансов гораздо больше. Или куда? Или на вышку все-таки? Слушайте, я разрываюсь. У меня нет оружия ни для того, ни для того. А, нет! Неправильно. Антоха все перепутал, как обычно. дегенераты наступают на... Ой, я дурак. Умри, умри, животное, умри, 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 умри. Ох, как Антоха глупо подставляется. Умри, скотина. Наконец-то. Слушайте, они тут полбазы покрошили. Хорошо, я еще и награду себе заработал. Зашибись. Полбазы покрошил, урод. Наверняка кучу квестов. Я из-за этого говнюка не получу. Тос. Отлично. Отлично. Куртяк. Куртяк, говно. Мой лучше. Бинтики. Лучше, конечно, аптечки. Какая лучше? Ну, естественно, вот это. Все, вот теперь можем влетать на... Вот это она может. Слушайте, то, зачем может, может, умеет и делает. Слушайте, а тем временем у меня одна аптечка. Зомби. Твою мать. Но я слышал, у них в ногах слабое место. Поэтому лучше им шарашить по ногам. Не, он еще живой. Скотина. Фух. И давайте, ребят, на этом я, наверное, серию закончу. Ребят, спасибо вам большое за просмотр. С вами был я, Антон. Продолжим обязательно в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok